Приветствую гостей и подписчиков канала. Нет слов передать наше счастье от финального забега у женщин в спринте классикой на втором этапе лыжной многодневки турдески в немецком Аберсдорфе. Мы всегда верили в наших замечательных лыжниц, и они нас сегодня не подвели и преподнесли нам такой приятный новогодний подарок. Наша звезда лыжных гонок Наталья Непряева, которая просто прекрасно выступает на турдески от гонки к гонке сегодня выиграла спринт в отличном стиле. Она совершила на последней финишной прямой такой впечатляющий рывок, что мало кто из поклонников лыжного спорта мог оставаться равнодушным во время этого финишного спорта. Придерживаясь своей тактики не выходить на первое место перед финишем, она в своей излюбленной манере накатила на финишной прямой шведку Яханну Хакстрим. Время победительницы 2 минуты 36 секунд. Хакстрим отстала на 0,32 секунды. Яханна Матентала из Финляндии третья с отставанием чуть менее секунды. Наша Татьяна Сорина завершила финальную гонку на шестом месте, что тоже неплохо. Финка Керту Нисканен сегодня 10-я. Другая финка Кристо Пермикоски 13-я. Джессика Диггенс не смогла пробиться в полуфинал, она только 21-я. Американка, напомню, упала в своем четвертьфинальном забеге. Шведки Фрида Карлсон и Эба Андерсон на 30-м и 37-м местах. К сожалению, упала в своем забеге третья наша участница в четвертьфиналах Кристина Мацокина. Ее итоговый результат 27-й. Жаль, но это спорт. Ну а лыжи у наших сегодня катили просто превосходно, в том числе и на спусках. Наталья только вдумайтесь, теперь примеряет желтую майку лидера лыжной многодневки Турдески и с отличным настроением едет в итальянский Вальдефьеме. И там 3 января пройдет классический мастарт, и Наталья имеет все шансы даже увеличить отрыв от своих преследовательниц. Сама Наталья сказала, что она, конечно, думает о победе в туре. Мы тоже Наташа этого очень желаем. О всех позициях спортсменов в общем зачете Турдески я расскажу в следующем видео. Ну а у мужчин в полуфинале, к сожалению, упал на спуске перед финишем Александр Терентьев, зацепившись за лыжи Клэба. Перед самым финишем они уверенно шли на первом и втором местах. Ну а Саше Большунову участвовавшему в этом же полуфинале не хватило для выхода в финал Лаки Лузером всего 0,03 секунды. В итоге тройка у мужчин в финале приняла следующий вид. Клэба, Валнес и Голберг. Подробности мужского спринта в следующем ролике. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с уважением Ренат.